Всем привет! Сегодня я хочу сделать декор на день рождения своей дочки. Ей скоро исполняется год и это скорее всего будет не мастер-класс, потому что до этого я никогда не делала декор и записывать мастер-класс было бы странно. Это будет просто процесс, как я буду стараться это сделать. Для этого я буду использовать вот такой вот набор бумаги от фабрики Декору. Вот его название, коверкать не буду. Это набор для девочки. И также от фабрики Декору вот такие вот фоновые листы. Я еще не знаю, какие именно цвета мне пригодятся, но я подбирала под цвета вот этого набора. У меня тут есть, вот этот набор я взяла из-за желтого, а вот этот набор я взяла из-за розовенького. И я думаю, что как раз они подойдут мне под вот эти вот листочки. И также я буду использовать свои инструменты, которые у меня есть от Верма Мари Киперстета. Вот такая вот доска для изготовления букв. И вот такая вот досочка для коробочек конвертов и бантиков. Надеюсь, у меня все получится. Также у меня есть вот такой вот набор ножей и штампов от Сизикс. Я хочу взять большой ножик, вот такой флажочек большой, и повырезать флажочки из вот этих вот листов. Вот такой вот флажок у меня получился. Я сделаю таких пока 9 штук. Посмотрим, хватит мне этого, не хватит. Ну, пока в планах 9. Ведь как я вообще вырезаю, чтобы сэкономить бумагу? Я прикладываю свой нож. Я просто не знаю, мне понадобятся длинные куски, широкие потом куски бумаги на все остальные свои объекты. Поэтому я стараюсь экономить, лишнее ничего не разрезать. И я вот так вот, прям ножницами вырезаю нужный себе кусочек. А потом уже вырезаю из этого кусочка ножом в машинке флажок. Итак, я нарезала флажки. И теперь на будущей гирлядте я хочу написать имя своей дочке на английском. Для буху я выбрала вот такой вот цвет, который подойдет как раз к цветовой гамме этого набора. И нарезала заготовки. Вот в книжечке, в инструкции к этому инструменту указано, что нужна заготовка 2,5 на 1,5 дюйма. Вот я как раз их нарезала и буду вырезать согласно инструкциям, которые тут представлены, свои буквы. Вот я как раз их нарезала. Так, мое мнение под вот этой досточке, что вот этим вот инструментом лучше не пользоваться. Лучше пользоваться только дырокольчиками. Потому что вот он у меня новый, но все равно он рвет бумагу. Да, у меня тонковатая бумага, возможно, может потолще не будет рвать. Но вот на обратной стороне такое-то вообще безобразие происходит. И если резать с помощью линейки ножа, то получается буквы гораздо аккуратнее. И еще один такой вариант. В инструкции показано, что нужно сначала сделать дырочку, чтобы была буква Л. А потом, как оказывается, нужно ее перевернуть. Но что ее нужно перевернуть, чтобы это все вырезать. Я узнала уже потом, когда сделала эту дырочку и стала разбираться, что же делать дальше. Может, это моя невнимательность, но как-то, не знаю, указать это надо. Потому что у меня бы получилась вот такая вот буква Л, когда я так вот вырезала. Ну, в общем, такие у него есть недостатки. Но вообще гораздо удобно с ним работать, когда уже немножко разберешься. И если пользоваться только вот этими двумя дыроколами. А все остальное очень легко резать с помощью линейки ножа. Мне так понравилось делать буквы, что я сделала еще и нижний ряд. Написала один год, хотя я этого не планировала делать. В итоге, наверх я сделала 9 флажков, а вниз я думала сделать 10. Но подумала, что я хочу, чтобы сильнее провисала нижняя гирлянда. И в итоге сделала 12. Кому интересно, флажки у меня размером 8 см на приблизительно 12 см. А буквы у меня по высоте где-то 6 см. Ну, и ширина варьирует приблизительно 4 см у них ширина. И вот так вот это все получается. Кстати, я зря наговаривала на доску. В инструкции таки показано, когда нужно перевернуть бумагу. Вот она таким серым. Обозначается обратная сторона. Просто почему-то в букве Л это не обозначено. Но потом уже я разобралась и все уже пошло хорошо. Теперь я проделаю дырочки в своих флажков и посажу их на вот такую ленту. Вот так вот. Вот так вот. После того, как я закончила со своей гирляндой, я подумала, что нужно сделать розетки. Их называют еще вьера. В общем, кто как хочет, так и называют. Это вот такие вот предметы. Зачем вообще они нужны? Ими можно декорировать фотозону. Можно просто использовать как разнообразный декор. И я вот их понаделала такое количество. Думаю, не секрет, что диаметр нашей розетки будет зависеть от ширины полосок, из которых мы ее делаем, и от их длины. И я начала тут экспериментировать. Потому что я нигде в интернете не нашла размеры. Например, из какой полоски, сколько получается в диаметре моя розетка. Давайте я вам расскажу, что я выяснила опытным путем. Возможно, кому-то эти цифры пригодятся. Итак, начала я с вот такой вот розетки. На нее у меня ушли 3 полоски. Длина моей полоски равна ширине скраб-бумаги. Я резала просто вот так вот скраб-бумагу вдоль. Итак, на эту розетку ушло 3 полоски по 4 дюйма длиной. То есть, один лист скраб-бумаги. Итак, скраб-бумага у нас 12 на 12 дюймов. Серединка вот эта в диаметре 5 дюймов. И диаметр самой розетки у меня получился 10,1 дюйма или 26 см. Беговку я делала через каждую половину дюйма. И сразу же я сделала вот такую же розетку. Она почти такая же. В ней тоже 3 полоски по 4 дюйма. Но беговку я сделала через 3,8 дюйма. Посмотрите. Немножечко они отличаются. Она получилась у меня идентичная по размеру. А, кстати, еще хочу вам сказать, что... Вот эту я делаю из скраб-бумаги. А вот эту я делаю из фоновой бумаги фабрики Декор. Смотрите, как отлично вообще смотрится фоновая бумага. От этой фирмы у них разные стороны по цвету. С одной стороны и с другой. И можно на один проект вешать одну сторону, а потом перевернуть на какой-то другой проект, если вам нужен другой цвет. Дальше я подумала, что я хочу сделать большую розетку, как центр своей композиции. У меня получилась вот такая здоровая. Потому что она вся не влезет. Сразу скажу, у нее ее вот этот вот диаметр 37 сантиметров. На нее у меня ушло 2 листа бумаги 30 на 30. Полоски я делала по 5 дюймов. И ушло 4 полоски. Беговку я также делала через 1,2 дюйма каждую. Серединка вот эта 5,75 дюйма. Ну и длина, и диаметр ее, я уже сказала, 37 сантиметров. Или 14,1,2 дюйма. Потом я решила сделать розетки чуть поменьше. И у меня получилось 2 вот таких вот милых элемента декора. Их я делала из полосок по 3 дюйма. Беговала через 3,8 дюйма. И использовала 2,5 полоски. Серединка. Диаметр серединки 3,1,4 дюйма. И диаметр всего готового изделия 20,5 сантиметров или 8 дюймов. И вот такой вот размер у меня получился из 2 полосок по 2 дюйма. И беговка через 1,4 дюйма. Диаметр круга в середине 3,3,4 дюйма. И диаметр общей этой детали 6,3,4 дюйма. И сейчас я вместе с вами хочу сделать парочку розеток. Я разрезала свой лист скраб бумаги на 3 вот таких вот полоски. Вот эта вот их сторона 4 дюйма. Длина, это длина моего листа скраб бумаги. И сейчас буду беговать между линиями беговки. Расстояние у меня будет в пол дюйма. Когда все мои полоски пробегованы, я начинаю их складывать. Складываю их вот такой вот гармошечкой. А теперь склеиваю все свои полоски в одну длинную. Смотрите, чтобы при склеивании одна сторона была идеально ровной. А все несостыковки уходили на другую сторону. Потому что ту сторону, где у нас есть несостыковки, мы закроем серединкой. А вот эта вот сторона, например, у меня должна быть ровненькой. И теперь, когда я склеила все в одну полоску, у меня тут тоже небольшая несостыковочка. И я просто отрежу вот так вот одну свою вот эту секцию. Я хочу розетку сделать с вот таким волнистым краем. Не вот таким вот обычным. А такой, чтобы он у меня был волнистый, как у меня там большая есть уже с таким краем розетка. Этот прием я подсмотрела у Евгении Типикиной. Извиняюсь, если я неправильно произнесла фамилию. Я оставлю на нее ссылочку. У нее есть просто потрясающее видео о декоре для дня рождения. И вот я там взяла некоторые идеи. Ну все, теперь можно склеивать нашу деталь. Так, я подготовила два кружочка диаметром 5 дюймов. И сейчас буду склеивать. Так, я буду склеивать нашу деталь. Так, я буду склеивать нашу деталь. Вот тут немножко попал клей, испортилась бумага. Но это ничего страшного, потому что серединке я буду делать двух-трех цветов. То есть тут еще одна будет бумага и, возможно, еще. То есть это все закроется. Единственное, что до этого я работала с клеем фабрики Декор. Он, конечно, так не вел бумагу, так иглу. Я понимаю, что немножко расправится, когда подсохнет. Но все равно мне это не нравится. Пойду, наверное, возьму фабрику Декору. Ну, вот, в принципе, розетка готова. Единственное, что... Да, я еще буду декорировать серединку, потому что... Ну, мне кажется, так будет красивее. И давайте сделаем с вами еще одну. И эту розетку я хочу сделать с фигурным краем. Для этого мне понадобится дырокол. Я взяла вот такой. А вообще подойдет любой с фигурным краем, который у вас есть. Тоже подсмотрела у Евгении этот прием. И сейчас попробую его сделать. Теперь бегуем мы так, чтобы наши линии беговки попадали по обе стороны от нашего фигурного края. Вот так вот, например. Или чтобы они еще и проходили посередине. Ну, у меня миленький рисунок, поэтому я вот уже покажу пробегованные. Вот так вот беговала. Я просто подбираю положение, в котором мне нужно... В котором мне нужно положить свою деталь. И бегую. И в ходе беговки по чуть-чуть сдвигаю деталь, чтобы линия проходила в нужном мне месте. И вот таким вот образом бегую до самого конца. Вот так вот. Вот так вот. И вот такая вот розетка с ожирным краем у меня получилась. И вот она с другой стороны. И я хочу показать вам вот таких вот малюток. Все они сделаны из полос шириной в один дюйм. Но если вот эта вот беговка в половину дюйма, то вот эта беговка в одну четвертую. И посмотрите, какие они милашки. Для чего вообще нужны вот такие вот маленькие розеточки? Ну, во-первых, их можно поместить в середину. Большой. И посмотрите уже, как интересно получается. Можно делать сколько угодно наслоений. Можно просто разместить где-то, как какой-нибудь декор раскидать. Можно сделать ими акценты в композиции. Можно украсить какие-то предметы. Например, на стаканчике, еще куда-то. В общем, вот таким вот малышам можно найти массу применений. А сделаю их буквально из мусора, из обрезков, которые у меня оставались. Я оформила серединки вот таким вот образом. А в середине самой большой я хочу сделать шейкер. У меня есть такой вот конструктор от фабрики Декору. И я как раз его сюда приспособлю. Это облачко просто громадное. Его длина... Сейчас я скажу, сколько. Его длина 13,5 см. Я хочу покрыть... Я хочу покрасить верхнюю часть и прокрасить вот этот бок, чтобы красиво все смотрелось. Красить буду вот такой вот акриловой краской цвет бирюза. И так я прокрасила заготовку с боков и немножечко зашла на этот контур, чтобы... Потому что у меня верхняя крышечка немножечко смещена. И чтобы не было видно белого края. Вот так вот, чтобы было все красиво. Я прокрасила немножечко внутренности. Я вырезала по контуру вот такую вот бумажку. Я хочу, чтобы мое облачко внутри было другого цвета. Вот такое вот будет темненькое. И внутри также будут болтаться золотые пайетки. Сейчас я буду это все приклеивать. Сначала я соберу шейкер с этой бумажкой отдельно. А потом уже все вместе приклею на свой вот этот веер. Сначала я соберу шейкер. Топеры я делаю точно так же, как и розетки. Только беру полторы полосы шириной в 2 дюйма. Сворачиваю их. Вот у меня уже есть заготовочка, из которой мы сейчас с вами сделаем топпер. Единственное, что... Один вот такой вот топпер я сделала из полосы 3 дюйма. И он получился вот так вот чуть-чуть больше. Это такая задумка была, чтобы один топпер был больше остальных. И на нем напить хэппи белотый. Вот так вот. На этапе приклеивания второй серединки я буду клеить палочку, на которой будет держаться наш топпер. Вот таким вот образом. Теперь я буду приклеивать еще один слой серединки. основная серединка у меня получилась диаметром приблизительно 7 см. И я вырезала еще один кружочек диаметром 6 см. Между ними я буду приклеивать пивной картон. Чтобы сделать более объемным свой топпер. и уже на второй кружочек буду приклеивать какую-то картинку. Сейчас я выбрала вот такую вот радугу. Это вырезалочка из набора бумаги, с которого я почти все делаю. Также я решила сделать такие вот миленькие коробочки для сладостей. С птичками. И в этом мне помогла моя доска для коробочек. Давайте вместе с вами из вот этого вот кусочка бумаги сделаем еще одну коробочку. Размер коробочек я выбрала М по ширине и длине, и Л по высоте. Следуя инструкциям, я вырезала бумагу размером 9х9 дюймов. Прикладываю ее на отметку М и провожу по сторонам А и Б две линии беговки. И не забываю нажать на кнопочку. У меня получается вот такая вот ситуация. Теперь я на 90 градусов разворачиваю свою заготовку и делаю все то же самое. Делаю так 4 раза. Вот что у меня получилось. И мне нужно вырезать вот эти вот части. Я кладу так, чтобы вот этот центр проходил вот тут вот у меня есть отомиточка центр, чтобы все у меня совпадало. Нажимаю дырокол. Вот таким вот образом. Проделываю еще 4 раза. А теперь мне осталось лишь скруглить вот эти углы. Теперь мне нужно проделать дырочки для ленты, на которую будет закрываться моя коробка. Согласно инструкции, я делаю надрезы вот в этой части и вот в этой части. Теперь я переворачиваю свою коробочку, потому что я хочу, чтобы она была вот такого цвета. Вот это у меня пойдет все в серединку и сгибаю линии беговки. Я подрезала вот эти стороны, чтобы они у меня вот так хорошо сложились. Вот так вот будет выглядеть моя коробочка. И сейчас я начну ее склеивать. Я буду проклеивать вот эти вот части и собирать. Вот так вот. И я подготовила скраб-бумагу для декора коробочек. Я уже нарезала на те кусочки, которые мне будут нужны. И вот так вот оклею все 4 стороны. И украшаю я такие коробочки вырезалками, опять же, из набора бумаги. Я подкладываю, чтобы лучше было видно птичку, вот такой вот кружочек из однотонной бумаги. И на нее клею птичку. Теперь давайте тянем ленточку. И в завершении я приклею такой вот милый акцентик, листочек. И вот мои коробочки готовы. В принципе, с декором можно вот на этом моменте уже и остановиться. Но я бы хотела сделать еще вот такой вот конверт, для чего он мне нужен. Я хочу написать пожелания своей дочке и сохранить их потом, когда ей будет там уже, когда придет время, когда она будет уже в сознательном возрасте, потом отдать. Я бы хотела писать ей каждый год на день рождения какие-то теплые, добрые слова. И вот для этого я хочу сделать такой конверт на первый ее день рождения. Я подготовила вот такой вот лист скраб-бумаги. Специально его сохранила, не порезала, потому что на самом деле я уже изрезала весь набор, который у меня был. А вот этот вот листик специально, повторюсь, сохранила. И буду по инструкции, которая тут представлена, делать конверт. И вот такой вот конвертик у меня получился. Он на шнурочке просто. Вот так вот открывается. И в завершении всего хочу показать вам, как я утилизирую оставшиеся кусочки. Есть у меня такой вот дырокол-круг. Не очень хороший, но, в принципе, для этих целей мне подойдет. И из всех-всех-всех кусочков, которые у меня остались, я нарубила много кружочков. Вот, например, три штучки. И потом на швейной машинке сшила их вот в такую вот гирлянду. Если наделать много таких гирлянд, они вообще очень классно смотрятся на стенке, еще где-то. У меня уже дочка помяла, играла с ней. И вообще такой суперский декор. Плюс уйдут все ваши остаточки, кусочки, которые нужно утилизировать. Диаметр этих кружочков у меня 2,5 см. Если у вас больше есть, это вообще шикарно, дырокол такой. Можно, если у вас есть два разных диаметра, больше-меньше, на гирлянду вешать такие кружочки. Можно кучу всего придумать. У меня просто вот он один такой. У меня было мало времени, когда я делала эти гирлянды. Мне нужно было очень быстро это все сшить. И поэтому я уже одним нарубила. Можно, конечно, было еще ножами для вырубки, но это дольше. Конечно, дыроколам проще в этом смысле. Итак, берем наши кружочки. У меня их 3 осталось. Я остальные уже все прошила. Но покажу на том, что осталось. Я поставила самую маленькую, тоненькую иголочку, которая у меня есть. Это 75 ее номер, по-моему. Выставила на режим просто обычная строчка. И длинная стежка поставила на циферку 3. Кладу в свой кружочек. Смотрю так, чтобы строчка проходила по середине. Ориентируюсь на вот эти вот намерки, которые у меня под лапкой. Думаю, что они есть у всех. Кладу так, чтобы вот моя игла, чтобы входила по серединке. Прижимаю лапкой. Я даже не держу свой кружочек. Просто нажимаю на педальку и вот он прошился. Потом я делаю 3 стежка без ничего. И опять кладу следующий кружочек. Его кладу под самую иголочку. И шью дальше. Опять 3 стежка. Можно, если вы хорошо управляетесь со своей машинкой, это сделать, конечно, не вручную, эти 3 стежка. Но я просто боюсь, что я могу переборщить и слишком много сделать стежков. Вообще, это делается все очень быстро. И у вас получается такая вот гирлянда. Очень классно смотрится. Но я потом ниточки подтягиваю, завязываю узелочки с обеих сторон своей гирлянды. И все. Готово. Это, в принципе, все, что хотела вам рассказать, что хотела сделать из декора. Надеюсь, это видео будет вам полезным. Желаю вам творческих идей и море вдохновения. И пока-пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok